Москва, привет! Париж, привет! Пальмовое масло, пальмовое масло, ребята. В общем, я не рекомендую. Я из лагеря Кока-Колы и Орбита, а кто-то предпочитает Дирол и Пепси. Лучше извините, кому кто платит. Без копеек, а в пятерочке цены с копейками. Ленка, подними, пожалуйста, мне пол головы отрезало. Все нормально, вот. Добрый день! Сегодня у нас, что, мы зашли в пятерочку. На обратной дороге вместо перекрестка мы зашли в пятерочку. Ну и хотели посмотреть. Я вам скажу, что в пятерочке не показалось, что цены примерно такие же, как в перекрестке, но выбор стал маленький, по крайней мере. Может, это потому, что почему-то из нашей пятерочки убрали алкогольный отдел, и эти полки стоят пустые. Не знаю, почему лицензия кончилась. И как-то разнообразие, в любом случае, оно, конечно, меньше. На что-то цены пониже. Но, в отличие от перекрестка, там нету этих распродаж, да, то есть и ценники перечеркнуты. То есть цены, они вроде бы как немножко ниже на все, но распродажи, ну вот почему-то, по крайней мере, когда мы сейчас были, ну почти ничего не было на распродажах. Ладно, что мы и взяли. А, мы взяли вот такую побаловаться, семечки очистенные, очищенные. Но они совсем копейки стоят, по-моему, 12 или 17 рублей. Да, 17 рублей стоят. Это так побаловаться, семечки уже очищенные. Вообще, я обратил внимание, что, к сожалению, у нас в последнее время, как-то вот год или два назад мы брали писташки, но писташки сейчас стоят, вот в переводе на килограмм, рублей где-то 1200-1500 рублей за килограмм. То есть маленький пакетик 100-граммовый стоит рублей 130. А когда мы брали в Испании писташки? В Испании мы брали за 4 евро, и там, по-моему, было то ли 200 грамм, то ли что-то типа того. Намного меньше. Ну, да, цена... В Испании я пересчитывал, как-то смотрел, что цена, ну, все-таки, ощутимо ниже. Ну, конечно, но в Испании, может быть, писташки родные, я не знаю. Ладно, но, тем не менее, сейчас не накупишься. Что-то... Пираника взяла, альпенгольд, шоколад. Ну, 65 рублей, если даже это по скидке, это такая вот цена уже, скажем так... Соленым оранжем. Больше уже я бы еще и подумал, скажем так. Ну, да. Так, это у нас детский корм для Андрюхи и Вероники. Молоко мы уже купили накануне в Перекрестке. А это у нас уже идет... Наверное, где-то около 100 рублей, по-моему, стоит. Это медовые шарики. А, это вот 119 рублей медовые шарики. И еще один взяли Андрюхи попробовать, он стоит чуть подешевле. А, безбашенные... А, квадратики. Да. Это 94 рубля стоит. Ну, это у кого детей нет, это не пригодится. Мы на завтрак это не едим. Мы на завтрак едим посоль. Вот, правильно. Фасоль я их тоже где-то взял. И посоль... Там чуть подешевле, чем в Перекрестке. Ладно, до посоль потом дойдет. Кто-то тоже взял несколько. Но Ленка набрала сегодня завтраков. 5 штукер рублей. 3,89. Ну, что-то около того. Так, это все завтраки. В завтраке я баблю вот такие вот, эти любят, с лимоном. Яшкина. Они совершенно недорогие. 53 рубля. Ну, там пятерочки, цена с копейками. Яшкина 53 рубля. Ну, это так, знаете, побаловаться. Они в пятерочке стоят дешевле, чем в Перекрестке. В пятерочке они стоят 33 рубля. А в Перекрестке 45. Так что, вот в этом плане. Я не знаю, почему так. Ну, вот нам из всех вкусов, которые там были. Там томатные, сырные. И вот такой вот, больше всего, мне вот понравился бюджамина с французской горчицей. Ну, она так вот идет иногда, даже не знаю, по-другому. Вот. А Аленка любит, я вот, допустим, такой вот вообще не ем. По-моему, это не шоколад, а этот самый брюк для шоколада, вот этот батончик. Но Аленка любит, у нее ностальгия из детства. У меня такой аппетит к этим конфетам. 86 рублей, 250 грамм. Ну, по-моему, это все-таки не шоколад. Я, конечно, не ем. Ну, мне больше у меня не нравятся батончики, а чем полосатые еще есть. Угу. Состав сахар арахис тертый, заменитель масла какао. Пальмовое масло. Пальмовое масло, ребята. В общем, я тоже не рекомендую. Рот Пронс, вот хорошая фабрика была. Ну, вот батончики из заменителя какао-масла и пальмового масла. То есть, батончики на пальмовом масле с какао-фудрой. То есть, я бы совершенно не рекомендовал вот так вот. Точно так же, как не передавал бы пить Coca-Cola Zero. Ну, а там этот, сейчас на распродаже, то есть, где-то, по-моему, вот это вот 45 рублей стоит литровая батонка. Ну, ладно. Пока на распродаже, как говорится. Ну, почему-то странно. Иногда распродажи бывают на литровые бутылки, иногда на двухлитровые. Иногда двухлитровые можно купить, вот там, рублей за 50-60. Иногда литровую получается выгоднее покупать, чем двухлитровую в пересчёте, там, на чистый объём. Стас, ты, когда мы пили Coca-Cola в Испании, ты не обратил внимание разницу, московскую или испанскую? Ну, нет. Ну, я же не настолько эксперт, чтобы определять разницу. А мне вообще не все одинаковые. Но, кстати говоря, в Москве я обнаружил, вернее, мы уже давно пришли к поводу ущезда «Доктор Пеппер». Раньше в Москве был «Доктор Пеппер», в последнее время он нам не попадается. Они иногда попадаются, но обычные. Были многие разные вкусы, ванильные, там, диетический был. А эти все пропали. Иногда попадается обычный «Доктор Пеппер». Ну, мы, как сам, уже не настолько, мы уже попробовали все эти вкусы. И я, если бы пил бы диетический, допустим. Ну, хотя бы он, хотя бы без сахара. Вот этот Coca-Cola, ну, хотя бы без сахара. Она, конечно, тоже вредная. Значит, переходим к чему? Переходим к «Активи». Ну, я вам скажу, да, «Активи», конечно, не дешевая. Она стоит 40 рублей в пятерочке. И, по-моему, то ли 45, то ли 49 даже в «Перекрестке». Вот это вот по 40 рублей. Ну, как, на йогурт уходит много денег. Так, что у нас тут? Сметана. Сметана Брест-Литовская, по-моему, белорусское производство. Не сиянием. Ну, самушкин продукт. Так, город Брест, Республика Беларусь. Вообще, Брест-Литовское молоко, Брест-Литовская сметана, они достаточно хорошие. Так, а сколько она? Сметана 46 рублей. Главное, смотрите на срок годности. Да, Ленка взяла жвачки. Это она скрыла. Дирол. Да. Такое такое, да. Вот почему-то жвачки бывают двух видов. Дирол и Орбит. И подобные им. Вот разные составы. Вот я, например, Дирол как-то, ну, не нравится он мне. Я больше... Мне нравится вкус. Я из лагеря Кока-Колы и Орбита, а кто-то предпочитает Дирол и Пепси. Лучше извините, а вы кто платит. 36 рублей. Стоит вот эти вот покупки Дирол. Так, это Андрюхина питьё. Водичка. Да, водичка около 40 рублей. Вот стоит вот такая вот бутылочка. Но она с малиной в этот раз. Вот. Из соков. Томатный сок. Вот этот вот на распродаже. Пятёрочки, 25 всё-таки была распродажа. Он стоит 25 рублей. Не помню, какая там цена была перечёркнута. Этот сок там 0,33, да. То есть 3 литра. В принципе, если 25 рублей переводить, это получается 75 рублей за большую упаковку. Примерно столько уже стоит и литровая упаковка. Она гораздо удобнее. Его открыл, выпил и выбросил. А литровая упаковка, её в принципе хранить-то долго после открытия нельзя. Так что вот пока это такой довольно удачный объём как раз. Почему ты, когда летишь в самолёте, берёшь именно томатный сок? А там выбора нет. Там томатный, яблочный и апельсиновый. Поэтому большинство народа, я обратил внимание, кстати, когда мы летели в самолёте, большинство народа берёт томатный сок. Вот как-то странно. Гораздо меньше просят яблочный или апельсиновый. Мы в этот раз летели в компании S7. И в принципе нам давали только выбор из трёх соков. Томатный, яблочный, апельсиновый и вода с газом и без. Ну и конечно кофе, чай. И совершенно полное отсутствие какого-либо алкоголя. А когда мы летели на турецких авиалиниях, можно было взять и алкоголь, и пиво. Ну я имею в виду там какое-то винишко. И как-то так выбор был побольше. А компания S7, она как-то такая будет без алкоголя. Ну это ладно. Сухой закон. Да. Не то чтобы этот самый. Но бокальчик красного вина к обеду. В самолёте это очень как-то скрашивает путешествие. Именно когда делать нечего. Так. Мероника взяла попробовать сок добрый бодрый цитрус. 75 рублей. Ну вот да. Вот в пересчёте на литр. Вот получается где-то вот цена марки добрый. Что нам ещё нравится. Нам нравится вот такой вот соус хреновина. Он почему-то в пятёр... В перекрёстке его нету. А, вернее, в перекрёстке он другой марки. Я не знаю лучше или хуже, но дороже. Здесь острый. В перекрёстке он стоит 116 рублей, когда я его брал последний раз. Хотя это было, ну, давно, наверное, где-то месяц назад. Пятёрочки 85 рублей и дешевле. Мне кажется, что... Ну, этот мне больше похоже. Так. Ну и чего там. На вкус знакомый с детства, конечно же, надо было взять бычки. Там рублей за 40, по-моему. Интересно. Бычки 37 рублей. Вот видите, я угадал. И это изготовитель Фортуна Крым, Симферополь. А вот странно. Странно только то, что в Симферополе как это... Куда же они привозят? Из Керчи, что ли? Или Севастополя привозят в Симферополь, что там делают рыбные консервы? Странно. Ну ладно. Так. А что у нас ещё осталось? Осталось у нас фасоль Хайнц. И вот эта вот фасоль Хайнц, перекрёстка, она уже подорожала. Я когда был в перекрёстке, увидел, что она стоит там практически 90 рублей. А в пятёрочке она вот ещё по-прежнему 69-95, да, 70 рублей. А в перекрёстке я был вынужден взять Бандюэль. Хотя мне Бандюэль нравится по вкусу меньше. Это, конечно, на каждое всё вкусно, но она была по вменяемой цене. То есть где-то 65 примерно, да. А вот Хайнц там почему-то перекрёстки уже подорожало почти до 90 с копейками. Так что ждём подорожания. Вообще перекрёстки постепенно, цены на всё растут, растут, растут. Но зато там иногда бывают распродажи, иногда можно что-нибудь ухватить там подешевле. А, ну это уже не пекёрочки, это мы по комбинате Добрынинские. И сейчас у нас со скидками продают вот такие вот йогурты за 59 рублей. С чем они? Ну я взял с клубникой, ну я просто взял два разных. Один с клубникой, один с брусникой не попал. Саша, ну это как поведёт, разница не очень большая. А есть ещё натуральные. Натуральные, кстати, тоже не хуже, иногда я говорю просто натуральные без ничего. Изготовитель Россия, Владимирская область, город Кобров. Это из Владимирской области, вот такие вот йогурты. Ну привет, привет Владимирской области. Да, привет Владимирской области. Москва, привет, Фаир, привет! Вот, так что сейчас они идут по 59 рублей, а зимой они стоили 74 рубля. Так, ну всё, собственно говоря, мы вчера покупали ещё чего-то, поэтому у нас больше ничего такого нет. У Александра Слезнёва, вот, была в магазине, который Кадирский дом, Александр Слезнёв, и Вероника там купила макарони. Ну я не знаю, сколько у них это. Сейчас скажу, 225 рублей. Вау, ну макарони они никогда не были дешёвыми, я вам скажу, даже в Париже. Да. Вау, ну макарон. Иди сюда. Вау. Ну. Иди сюда. На самом деле, куда ты поднялся.